что можно сделать при упаковке по отстройке от других событий уже на уровне наполнения конечно в идеале и мы это использовали да мы делали конференции например в незанятых нишах то есть когда вы приходите в любую тематику есть места где ни разу не проводилось никогда никакого события тогда есть отличный шанс войти в нишу и просто и занять собственно мы так сделали с конференции сровой питерский smm тогда не было конференции по smm точнее не были но были до нас там года три или четыре назад то есть рынок опустел я не знаю почему там люди перестали их проводить но как бы никто не делал и так как у нас еще были компетенции в этом огромные мы пошли сделали не занятая ниша и сейчас войти уже например в нишу конференции по smm будет очень сложно то есть сейчас их уже много многие пытаются и в москве и в питере и где только не делается но есть предел то есть все равно как бы там суровый питерский smm перевешивает очень многие не только потому что мы там сделали клевую конфу но еще потому что мы были первые это тоже важно видео days эта конференция по видеомаркетингу тоже ниша не заняты практически было когда мы и сделали в первый раз видео только начиналось на тренд только такое начинал те это сейчас уже все пошли на youtube сейчас все заводят себе каналы идет там глобальный рассвет всего этого дела но как бы тогда этого не было соответственно мы просто заняли то чего было пустовал на многих нишах такое есть потом еще один из таких хороших ходов это под нишей как я называю то есть это мы берем широкую тематику и пытаемся и нарезать что например ну вот мы сейчас делаем ветку онлайн-курсов помимо всех наших событий нас много их самых разных но вот есть и онлайн и в этом онлайн курсе у нас есть большая широкая тема smm да где там огромное количество мероприятий проводится мы понимаем что самым это не просто все ниши да это многом мелких ниш самых разных тематиках и мы запускаем smm для недвижимости smm для ресторанов smm для медицины smm для свадеб smm для общепита и так далее то есть мы берем одну большую широкую тематику и нарезаем и таким образом мы отстраиваемся потому что когда мы смотрели ветку событий которые наши ниши стали сейчас делать практически нет вот таких нарезок мы их запустили и мы уже как бы собрали два курса вы час они там запуске идут и они окупаются и они приносят деньги все хорошо то есть гипотеза сработала то же самое конференции по программированию у нас есть коллеги я прям восхищаюсь как они работают тоже молодцы и они делают конференции войти конференции для программистов олег будем лёша федоров и они делают как большие конференции для программирования так и конференции по языкам то есть они берут большую широкую нишу языков программирования много нарезают и делают более мелкие то есть это хороший ход нам тоже отстроиться можно делать глобальное событие то есть пытаться взять мероприятие тем что оно самое большое но это самый большой риск то есть для того чтобы собрать глобальное событие в этом смысле там не знаю какой-нибудь synergy global forum они конечно молодцы упоролись очень сильно чтобы собрать это особенно в первый раз но реально то что они сами рассказывали они прошли там вообще все источники трафика они вложили кучу денег они прошли все тренинговые центры запартнерились со всеми рассылками с которыми могли запартнериться запустили кучу рекламы и так далее то есть это было многоканально огромное продвижение но они сделали глобальной формы то есть до энергии по моему шесть тысяч человек на деловое событие есть даже даже не войти вот именно в бизнесе почти никто не собирал я вот не помню 10 тысяч или там 12 тысяч вообще цифры такие нереальные для многих ниш вот ну как бы риски есть но можно попробовать сделать я видел как бы отрицательные результаты когда люди делают global event форм например и они не могут собрать там столько же людей сколько тот же самый солдат но как бы бывают что и получается можно отстраиваться по гендеру то есть реально ниша пока пустая и я сейчас все вижу все больше и больше событий которые это делают есть женский форум woman кстати у синерги той же самой есть для мам конференции уже есть для даже я у нас парень выступал на солдат у них там была конференция по-моему для беременных или что-то такое короче ну то есть берется гендер и на нем только нишуете тут кстати почему-то все идут в женскую сторону например мужскую сторону практически нет такой нарезки то есть не 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 делают люди там конференцию для мужчин да там там спарта по моему только проект есть и все а здесь там хороший поле деятельности вот ну и конечно самое клёвое это в новые форматы которых не было в ниш раньше и здесь на самом деле большие возможности я считаю то есть если брать конкретные примеры ну вот например когда была конференция по смм у нас первая конференция по ней давно еще до сурового там года за три это было конференция самым барбекю и это была конференция на открытом воздухе это было панель то есть чистый фестивальный формат но для делового события это была отстройка и кстати это была отстройка удачная то есть там они собрали тысячу человек все было хорошо сейчас начинают делать антиконференции каждый правда вкладывает в этот формат свое но уже делают конференции где разбирают неудачные там кейсы а наоборот провалы и мы даже уже делали такие такие треки у нас внутри их на стал давайте но это по факту тоже отстройка формат все привыкли приходить выступать с докладами на тему какие они клёвые но никто не выступать закладами на тему как какие они не клёвые хотя ошибки разбирать это очень важно и на этом тоже люди строят события никто например до сих пор не придумал ночное деловое событие хотя вот есть ночь кино да вот люди садятся и всю ночь смотрит кино но почему-то никто еще не догадался сделать то же самое только с докладами открытая ниша фестиваль для бизнеса опять таки ну вот это сейчас наташа танцы делать там премия на лучший кейс если премии обычно за лучший кейс и я не видел ни одной такой премии например а можно было бы сделать вот то есть или там премию за худший кейс там так далее то есть отстраиваться всегда где-то можно у нас например в разработке несколько есть тоже идей одну идею прямо не скажу потому что она совсем новые свежие но вот в это место я советую обратить внимание на самом деле тут даже можно приметь прием от обратного то есть мы смотрим рынок и смотрим что делают все и после этого делаем наоборот ну разрабатываем концепт когда можно сделать наоборот или перемешать то есть все делают вот это давайте перенесем все делать просто фестивали развлекательно мы сделаем фестиваль для бизнеса и так далее новый формат как минимум на первое мероприятие всегда привлекает больше внимания то есть тут уже вопрос второго и третьего соберется или не соберется но в первый раз когда ты делаешь мероприятие и ниша тебя не знает отстройка по формату может отличиться работать вот теперь что можно сделать внутри события чтобы тоже как-то отстраиваться ну понятно что но мы всегда пытались это сделать у себя да и сейчас часть этих вещей там может быть уже и не так хорошо будет работать да ну вот например работать со спикерами это хорошая отстройка и мы были одними из тех кто начал вводить в рынок вообще ситуацию когда выступает неизвестные люди то есть все привыкли к тому что приезжают звезды и сейчас все зовут звезд и считают люди считают что звезды будут прям круто рассказывать дадут полезный контент и так далее но если мы рассмотрим реально обучаем то мы понимаем что звезды не будут давать такой контент 95 процентов случаях потому что во первых времени на это мало во вторых они звезды и как бы мы вот у нас в практике были случаи когда звезде платили 400 или 500 тысяч за выступление и ничего полезного ничего вообще не было рассказать то есть о жизни там о своей человек мог рассказать во время выступления ни одного примера не привести ну я просто вот сюда нажал и стал их прекрасно я стал звездой все то есть самые бестолковые доклады опять-таки мы это собрали из обратной связи очень много анализируя обратную связь то что о начале говорил да мы поняли что спикеры все хотят ну что люди устали от того что спикеры не рассказывать ничего полезного и звезда это вообще не показатель а многие говорят что нам надоело что из конференции в конференцию ли там из фестиваль фестиваля одни и те же лица у вас на сайтах на всех тогда мы внедрили идею что мы даем новые людей мы их специально ищем находим модерируем доклады смотрим что презентация была нормально и так далее и за счет этого мы отстроили многие наши события сейчас как бы люди знают что 50 процентов спикеров каждый год у нас обновляется и мы на самом деле вообще сейчас включили вот этот это из-за этой ротации очень клёво можно программу делать то есть вот отстраиваться других мероприятий на уровне программы хорошо когда у тебя идет постоянный приток людей которые могут тебе что-то дать да а из-за того что конференции проводится там уже четвертый в пятый раз все время идет поток новичков которые хотят выступить и которые предлагают реально классный контент и вот за счет этого тоже можете отстроиться искать новых спикеров которые никогда не нигде не светились но при этом они могут быть супер профессионалом а можно делать опять-таки если уж работать со звездами то искать звезд которые тоже нигде почти не выступали нигде не светились просто когда я вижу очередную конференцию или там форум где выступает гандапас ман и балахнин я сразу туда не пойду ну то есть вообще не пойду никогда поэтому здесь целая история может быть значит повышенный комфорт для всех участников то есть сразу растет бюджет но действительно можно попробовать отстраиваться на этом но здесь надо всегда держать в голове экономику то есть если мы условно на такси каждого участника привозим из дома на конференцию это супер повышенный комфорт но если мы не договорились с такси по пар бартеру или по партнерству да то эта опция будет стоить немало и билет тогда будет стоить на конференцию не 6 там тысяч или 7 26 и не каждая ниша готова такие деньги давать за вход поэтому повышенный комфорт это клевая стройка это сильно запоминается забота вообще об участников очень сильно запоминается и позволяет потом запускать сарафан но часто это связано с большими тратами то есть здесь надо держать в голове экономику будет работать или нет опять отстройка которую мы сейчас начали использовать все чаще это новый формат нетворкинга нетворкинг сейчас стал модным словом и все ходят на мероприятия чтобы знакомиться друг с другом и действительно на самом деле это задачу тяжело пока тяжело решается то есть никакие приложения никакие усилия да не дают тот уровень знакомства между собой на которые люди хотят и вот отстройка в этой связи она может дать вам сильное преимущество мы там у нас вот мы солдала сейчас делали там было придумано пять или шесть форматов нетворкинга тематические столы где люди могли обсудить любую проблему стена визиток где люди могли прикрепить свои визитки и обычные там наши листы где можно было контакта оставлять специальный зал где люди давали делились между собой просто рассказывали друг другу о своих болях мы обозначали тему и каждый на эту тему мог высказываться ну то есть это все новые форматы где людям нужно взаимодействие почему я сейчас говорю об этом и считаю это особенно важно потому что на самом деле люди когда на события приходят они запоминают очень сильно вот это общение и мы когда собирали обратную связь было и положительную там обратная связь мы понимаем что люди к нам едут еще не только потому что там контент клёвый да но и потому что они попадают в атмосферу где все друг с другом говорят и когда ты приезжаешь и два дня разговариваешь с такими же так как ты тебе условия создали для того чтобы ты мог разговаривать с таким же как ты это запоминается очень надолго к нам люди едут уже как там некоторые прям участники на горе к вам как на праздник еду я жду это событие как новый год это как бы ну реально существующий факт и это происходит из-за того что мы все время думаем как еще добавить этого на самом событии я понимаю что эта работа на площадке и так далее что непосредственно продвижение но при движении любого мероприятия она упирается не только на трафик рекламы но и на то на посадочную да то есть куда люди придут и что они еще на мероприятие получит чтобы потом запустить сарафан опять-таки можно пытаться мы этого еще не сделали и честно я как бы но у нас есть это только на высшей школе таргета да но многие участники хотят получения конкретного результата выраженного в цифрах вот если это особенно деловое событие ну понятно что фестиваль это другое и здесь никто пока не отстраивается на том что после нашего события вы там заключите точно пять сделок или там получите точно такой-то результат столько-то переходов на сайт я не знаю столько лидов заявок и все такое каждому понятно нише это будет свое но результата вот такого никто не обещает если придумать как это реализовать это тоже будет очень хорошая отстройка потому что так вообще никто не делает вот мы будем запускать один из проектов новых зимой наверное следующий где мы попытаемся реализовать такую историю за счет самого формата события но пока это чистое поле то есть вообще никто здесь не работает вот но это что я вам показывал это конечно высшая школа таргета вот как пример было да это находить слабые места конкурентов и просто их отрабатывать самом концепте событий высшая школа таргета это самый типичный пример как где были взяты слабые места и мы их просто перевернули но на самом деле суровый питерский smm если брать он точно также работал я вам сейчас просто покажу текст понятно что первый текстом было немножко другой да но что мы если внимательно посмотреть да вот на это на на эти тезисы да вот здесь что есть каждый из этих тезисов это отработка возражения которые были найдены в свое время опять таки в сети многих спикеров укоряли за то что они не дают полезной информации да а дают какие-то общие места которые невозможно сейчас применить особенно это касается крупных брендов то есть доклада какого мегафона он рассказывает как они потратили туда миллиард туда миллиард и что там у них стало после этого все хорошо это не считаем а это не применяем а соответственно мы такие доклады убираем и заявляем об этом опять-таки реклама в докладах было повсеместно мы сказали что мы модерируем каждый доклад чтобы туда реклама не прошла и мы это делаем это правда мы даем знание который может с малый средний бизнес масштабировать те у кого есть минималка на в бюджетах потом когда здесь важный кусок который вот именно в нише smm понятен да все говорили о том что в нише smm ничего нельзя посчитать есть только немногие до сих пор так считаю что есть только креатив есть какой-то пиар эффект имиджевый эффект и все остальное лояльность там то есть неизмеримые вещи мы когда там вся ниша в которой мы работали на тот момент мои друзья коллеги я сам мы все считали то есть мы понимали как сделать так чтобы smm работал измеримо сколько-то трафика столько заявок потратили столько денег получили на выходе столько денег и собственно мы и написали что наши спикеры будут опираться на реальные показатели они на пиар опять-таки спикеры которые не вас не устраивают шоу вдохновение то что любит и сейчас до сих пор любят до огромная ниша но мы сразу сказали что это мы увидели обратную связь что это слабое место и мы сразу стали исключать из выступления людей которые устраивают шоу но не дают ничего полезного то есть такие доклады тоже к нам не проходит и это тоже отстройка то есть вот каждый тезис на этом сайте да это слабые места конкурентов которые перевернуты в текст